МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. И я, Владимир Чубенко. Главные события, факты, комментарии. Сегодня в выпуске. 95 тенге на ярмарках, 115 в социальных магазинах. Стоимость картофеля и моркови до конца апреля зафиксировали в Павлодаре. Почти 29,5 миллионов тенге заплатит монополист за недогрев в феврале. Объявление об отключении воды из-за долгов за КСК взбудоражило жителей городской многоэтажки. Формулирую объявление, была допущена ошибка. То есть жителям необходимо было сдать средства на накопительный счет для того, чтобы произвести ремонт розлива по холодной воде. Весне дорогу. До 5 градусов тепла ожидается в первую неделю марта. В Павлодарской области местные дешевые овощи будут продавать до 31 апреля. Реализуют картофель и морковь в рамках меморандума. Затем в регион завезут корнеплоды из южных регионов. Какие цены ждать на рынке, узнаем прямо сейчас. В розничной сети ценник за килограмм картофеля составляет 115 тенге, а в крупных торговых точках уже 125 тенге. На специализированных субботних сельскохозяйственных ярмарках овощи реализуют по 95 тенге. Эта стоимость держится исключительно благодаря меморандуму. При этом количество социальных магазинов увеличено с 37 до 127. Приглашают к сотрудничеству и новых предпринимателей. Наличие картофеля имеется. Если есть желающие предприниматели, которые хотят с нами сотрудничать в рамках данного меморандума, мы открыты, мы готовы. Любой предприниматель может обращаться в управление сельского хозяйства. В рамках данного меморандума мы будем держать до 31 апреля текущего года. А что будет после 31 апреля? В управлении сельского хозяйства Павлодарской области сказать пока затрудняются. В мае овощи завезут из южных регионов. На данный момент в хранилищах имеется 106 тысяч тонн картофеля. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Больше 300 тысяч тенге выплатили павлодарцам, которые сообщали в Департамент государственных доходов о невыдаче чеков в магазинах. Вознаграждение – 1 тысяча тенге. Хотя фактов нарушения законодательства было куда больше. Цифры в материале Артема Буланова. Выплаты граждане получают из государственного бюджета. Собственно, он-то и формируется из налогов. Поэтому страна заинтересована, чтобы каждый предприниматель отражал реальный товарооборот и выдавал чеки. В Павлодаре почти три сотни человек получили на свой счет по тысяче тенге. В прошлом году у нас было порядка 635 обращений. Мы их отработали. Практически половина из них уже была произведена уплата из бюджета на мобильные телефоны граждан. Но часть, конечно, была отклонена. Если, например, отсутствовали где-то видеосъемки, где-то нельзя было идентифицировать место оказания услуги. Если в магазине не выдали фискальный чек, отказываются принимать оплату банковской картой или отсутствует лицензия на алкогольную продукцию, покупатель вправе направить жалобу в органы госдоходов, используя мобильный телефон. Павлодарцы о такой функции знают. Мы берем чек. Если вам не дают чек, вы все равно потребуете его? Ну, нам дают чек. Периодически я прошу чеки, чтобы контролировать свои расходы. В департаменте государственных доходов говорят, мера вынуждена и подчеркивают это не стукачество, ведь налоги – это новые дороги и социальные объекты. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Вандал или романтик? В социальных сетях люди обсуждают пост телекомпании «Ирбис» в Инстаграм. Молодой человек разрисовал стены подъезда и посвятил свое признание возлюбленной. А вот соседи, мягко говоря, не оценили. Все подробности в нашем горячем обзоре. Спонсор новостей из соцсетей – ресторан «Барс». Уютная обстановка и вкусная кухня. Доверьте свое мероприятие ресторану «Барс». Адрес Чокина 2.1. Жуткая авария произошла на автодороге Павлодар-Семей возле села Тликте с района Кулы. На кадрах видно, что от сильного удара один из автомобилей разделился на части. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один человек с переломами госпитализирован. Жильцы дома на Павлова-29 в шоке пытаются найти автора этой картины неразделенной любви. Все стены подъезда в признаниях к одной девушке. Валдарцы активно обсуждают этот пост в инстаграм-аккаунте телекомпании «Ирбис» и «Ирбис.тв». Там же написано «Ира». Вот с нее и спросите. Ну что за мужики? А Ирки красит теперь. У нас так было, когда моя сестра была подростком. Тоже парни написали имена сестры и ее подруг. Маме было стыдно, сестре попало. В Павлодаре уже замечены туристы. Правда, пока пляжный сезон открыли уточки. Целые стаи вольготно загорают на льдине. Первые лучи весеннего солнца греют птиц и придают им сил. Таким туристам горожане только рады. Подкармливают их хлебом. А вы хотели бы сейчас тоже нежиться на солнышке? Почти 30 миллионов тенге заплатит за недогрев Павлодарская энергетическая компания. Штраф наложили антимонопольщики по итогам проверки. С подробностями моя коллега. В феврале на недогрев жаловались жители павлодарских многоэтажек Подкачева 9, 11, 13, Машхуржу Супа 20, Минина 40, а также Сщедрина 30. В департаменте по регулированию естественных монополий провели внеплановые проверки в отношении ТОО тепловые сети и Павлодар Энергосбыт. Датом данной проверки нами был установлен факт недогрева по указанным адресам, в частности в отношении Павлодарских тепловых сетей, предусмотрена мера в виде административного штрафа по части 4 ст. 164 Кодекса об административных правонарушениях, который в своей совокупности предусматривает штраф в размере 29 миллионов 400 тысяч тенге. Кроме того, монополиста обязали в течение 10 календарных дней сделать потребителям перерасчет за недогрев. Александра Петрова, Александр Колесников, телекомпания Ирбис. Ну а далее экономический блок. Дежурная на этой неделе Александра Петрова. У нее самая актуальная информация. Саша, здравствуй. Ну что, масленичная неделя? Блины печешь? Здравствуй, Владимир. Да, конечно. И для всех у меня есть новости по ценам на муку. По данным Бюро национальной статистики, в Павлодаре пшеничная мука первого сорта стоит относительно недорого – 151 тенге. Для сравнения, в столице килограмм продают за 248 тенге, и это на сегодня абсолютный максимум по стране. Дешевле всего мука обходится жителям Актобе – 133 тенге за кило. Там же самая низкая цена на хлеб – 146 тенге. Самая высокая в Актау – 191. В Павлодаре булка в среднем стоит 173 тенге. Хорошие новости в сфере медицинского страхования. Бесплатно стоматологическую помощь по СМС можно получить не только в поликлиниках. Дидидент предлагает свои услуги всем казахстанцам, независимо от региона проживания. Вас примут даже без направления. Безвозмездно в плановом порядке могут получить лечение дети до 18 лет и беременные женщины. Консультация врача также не требует оплаты. Дидидент находится по адресу Нурмагомбетова, 12. Телефоны на экране. Нацбанк может полностью приостановить биржевые валютные торги. Сегодня они открылись в 15.00 по времени Нурсултана в формате франкфургского аукциона. К тому времени свежих котировок на доллар и евро в обменниках так и не было установлено. Рублем торговали по 5.75 тенге. Это были бизнес новости. Владимир. Спасибо. Это была Александра Петрова. Ну а мы продолжим сразу после рекламы. И вот что вы увидите. Из-за долгов объявление об отключении воды взбудоражило жителей многоэтажки. Сосульки-убийцы. В мобильном приложении жалобы горожан. Наш специальный инфоблог после новостей спорта. Скоро вернемся. Не грусти. Если встала, не стой ноги. Все поправимо. Девушка сама себе может создать волшебное настроение. Ведь лучшие друзья девушек это не только бриллианты, но и косметика, благодаря которой становится веселее на душе. Все самое необходимое для превосходного расположения духа вы найдете именно в Бьюти Клав. Это просто кладезь полезных и приятных сюрпризов для вашего тела. Качественная декоративная косметика известных брендов. Средства для очищения кожи. Уходовая линейка для вас и ваших мужчин. Если вдруг не знаете с чего начать, доброжелательные консультанты помогут подобрать косметику специально для вашего типа кожи. Залог успеха это не только внешний вид, но и качественный товар. Плюс отличное обслуживание. Действует гибкая система скидок. Для самых романтичных и заботливых предусмотрены подарочные сертификаты. Торговый дом Арман. Бутик. 14 цокольный этаж. Будь яркой. Сияй как звезда. В эфире новости телекомпания Ирбис. И я ведущий Владимир Чубенко. Здравствуйте. Сегодня в Павлодаре поступила срочная новость. В розничной сети Гринвич творится что-то невообразимое. С чем связан такой ажиотаж, расскажет наш специальный корреспондент, который в данную минуту находится на месте событий. Артем Буланов. Артем, здравствуйте. Расскажите, что же там все-таки происходит? Да, здравствуйте. Здесь сегодня просто невероятное количество людей. Все скупают подарки к 8 марта. И сейчас мы постараемся выяснить, с чем же связан такой ажиотаж. Хочется, конечно, поговорить с людьми и узнать их мнение. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что же здесь происходит? Вы что, еще не знаете? В Гринвич сейчас 8 марта завезли крутые подарки. Да еще по суперценам. Для всех выбор шикарный. Извините, мне нужно бежать. Действительно, розничная сеть Гринвич предлагает широкий выбор подарков к 8 марта. Для самых маленьких принцесс и их мам, а также любимых бабушек. Новая коллекция посуды и вас идеально впишется в праздничную весеннюю атмосферу. Оригинальные кружки с тематическим дизайном помогут передать ваше настроение. Множество эксклюзивных подарочных наборов. Большой ассортимент текстиля и декора для дома, которые сделают интерьер неповторимым. И, конечно, главный атрибут весеннего праздника – живые цветы. А чтобы почувствовать праздник в полной мере, выбирайте готовые блюда и вкуснейшую выпечку от Гринвич собственного производства. Сыры и мясные деликатесы из России и Европы на любой вкус. Прямые поставки охлажденной замороженной рыбы, устриц и морепродуктов из Европы. Сразу видно, подготовились с основателем. А на этом у нас для вас все. Передаю слово в студию. Владимир. Владимир. Не знаю, как вы, а я лично в Гринвич. Гоу в Наурос Сатошелдос. Купи билеты тиражных и моментальных лотерей на 5000 тенге и прими участие в акции Наурос Гоу. 16 апреля разыграем 20 призов по полмиллиона тенге. Билеты в точках продаж в отделениях почты или онлайн. Подробности на sz.kz. Отключить воду за долги перед КСК пригрозили жителям Павлодарской многоэтажки. Объявления люди увидели на своих подъездах. А в обслуживающей организации высказались мера вынужденная. В целом сумма неуплаты составляет полтора миллиона тенге. В ситуации разбирался Ильяс Рамазанов. Жители дома по адресу Камзина 358 жалуются в социальных сетях на произвлов со стороны местного КСК. По словам жильцов, глава обслуживающей организации отключила воду из-за неуплаты долгов. Хотя права на то не имеет, считают люди. Руководитель КСК рассказала, никому не угрожала, просто сделала предупреждение о возможной аварии, если не поменять трубу. Сейчас денег на замену водопровода нет, в этом и винят квартировладельцев. На сегодняшний день по дому общая задолженность по накопительному и основному фонду где-то полтора миллиона задолженность. Но сейчас люди, конечно, у нас прошли вместе со старшими по подъездам, мы собрали приличную сумму. 50% где-то мы собрали, но вот нужно оставшуюся сумму тоже дособирать и заменить уже еще два подъезда нам. По словам руководителя КСК, на накопительный счет жильцов требовалось перечислять всего по 57 тенге в месяц. Однако и эту сумму некоторые не сдавали. В профильном отделе Акимата напомнили, что обслуживающие организации не имеют права производить отключения в домах из-за долгов. По информации обслуживающей организации ПКСК «Беркут», формулировка объявления была допущена ошибка. То есть жителям необходимо было сдать средства на накопительный счет для того, чтобы произвести ремонт розлива по холодной воде. В связи с его изношенностью. Вживоинспекции рассказали, что замену трубопровода проведут сегодня. Воду жителям дома должны были дать ориентировочно в 17.00. Ильяс Рамазанов, Максим Носков, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Огромные сосульки на крыше дома – настоящая угроза для жизни, жалуются жители многоэтажки. Некоторые нависают прямо над входом в подъезд. Подробности и конкретный адрес в мобильном приложении. Давайте смотреть. Вот на Назарбаево, 19. Вот такой вот у нас лед висит на крыше. В 21-м доме тоже. У нас по Лермонтова наводят красоту. Убирают весь снег. Лавочки теперь чистые. Это видео прислали жители дома по улице Камзина, 74. Жалуются на плохую работу КСК. По их словам, во дворе сплошная колея. Ходить невозможно и проехать тоже. Автомобили все время застревают. Люди просят обратить внимание. В поселах Житыкши фонари не горят. В количестве пяти штук уже где-то полгода. Здесь находится и пешеход, и перекресток-поворот. Пожалуйста, примите меры. До пяти градусов тепла. К концу недели прогнозируют синоптики в Павлодарской области. По словам специалистов, в ближайшие дни погода будет переменчивой. Ожидается усиление ветра, гололед, а местами и осадки. Коммунальщики, в свою очередь, увеличили число спецтехники для вывоза снега. Задача – успеть до начала активного таяния. Подробности в сюжете Артема Клеван. Весна уже стремится в Павлодарскую область. Ночные температуры пока еще низкие, а вот днем, когда пригревает солнце, начинает все таять. По информации синоптиков, погода меняется словно по расписанию. В ближайшие дни столбки термометров пойдут на повышение. При этом стоит ожидать выпадений снега, усиления ветра. Если в начале недели ночные температуры составят 15-20 градусов мороза, то во время прохождения этого циклона уже ночные температуры будут составлять от 2 мороза до 3 тепла. И днем до 0,5 тепла температура повысится. Плюс 5 прогнозируется к воскресенью. В целом в марте температура будет выше нормы на 2 градуса. В середине месяца, несколько дней, даже возможно плюс 10. И при этом начинается активная фаза таяния снега. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Особое внимание частному сектору. Коммунальными службами активно ведутся работы по очистке частного сектора от снега. На сегодняшний день уже расчищена большая часть улиц микрорайонов. Дачный, МДС, Затон, Усольский, Гарторг, 2-го Павлодара, от улицы Жебек-Жилы до улицы Минина. Данные работы проводятся в первую очередь для недопущения подтопления частного сектора в поводковый период. С начала зимнего сезона на полигон вывезены более 520 тысяч тонн снега. С января в Павлодаре именно из частного сектора вывезли порядка 60 тысяч тонн снега. Техника сейчас активно вметает и центральные улицы Павлодара, чтобы избежать потопа. Задействовано более 130 единиц, 200 рабочих. При этом не ограничиваются лишь расчисткой дорог. В приоритете также прибордюрная часть и остановки. Арцеп Клеван, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Не женское это дело, скажут многие, но только не героини праздничной рубрики телекомпании «Ирбис» – не слабый пол. В ней мы рассказываем о настоящих красавицах, тех, кто не боится жизненных трудностей и порой работает там, где даже мужчины вынуждены сдаться. В их числе Екатерина Садыкова, контролер продукции цветной металлургии акционерного общества «Казахстанский электролизный завод». И Екатерина Дудорова, мастер участка номер 3 ЭЭЦ Павлодарского алюминиевого завода. А Марьяна Ковалик трудится машинистом крана на Аксузском заводе ферросплавов акционерного общества «ТНК Казхром». И говорит, что не она сама, а профессия выбрала ее. Чтобы добраться до своего рабочего места, наша героиня преодолевает 60 ступенек по узкой лестнице и поднимается на высоту трехэтажного дома. Марьяна Ковалик – машинист мостового крана металлургического производства. Выбрать такую неземную специальность решилось 18 лет назад. «Человек, если боится высоты, он, наверное, не пойдет на такую профессию. И есть же у людей вот эта боязнь замкнутого пространства. Это же все-таки 12 часов сидеть в кабине, вот как скворечник такой, да, можно сказать. Ну, как бы высоты – это мы только в кабине, считай, были. А на мосту-то это получается еще выше. Мы же там осматриваем механизмы, вот это все. Там получается еще выше». Трудится наша героиня в одной из самых жарких точек Аксусского завода «Феррасплава» в плавильном цехе крановщиком. Перемещать приходится тяжелые грузы за считанные минуты. Марьяна Ковалик доставляет ковш. К слову, максимальный вес полной чаши – примерно 15 тонн. С мощным оборудованием женские руки управляются легко и изящно. «Зацепили, получается, натяжку дали, выровняли. Подали сигнал, обязательно сигнал подали, что мы производим движение». «Очень ответственный сотрудник, мастер, можно сказать, даже профессионал своего дела. Человек, на которого можно понадеяться. Человек, который выполнит свою работу грамотно, качественно и без нареканий». «Самое сложное – это, наверное, сохранять, наверное, спокойствие, выдержку какую-то. Вы сами видели, да, что людей много. На нас такая лежит ответственность. Все-таки это расплавленный металл, да, мы его везем. Это кран, это механизм. Главное не торопиться. Слушай, лучше убедись, лишний раз подожди, а потом уже… Потому что на нас лежит ответственность. Мы, во-первых, отвечаем за жизнь людей». Спокойствие, выдержка и отличный глазомер – главные качества, которыми должен обладать крановщик. А еще выносливость и терпение. Неслабый пол – это про нашу героиню. «Я просто люблю свою работу, люблю свою профессию. Мне нравится. Наверное, она такая ответственная, серьезная, что все держится на нас, как говорится». Вся семья нашей героини Металлурги трудится в одном цехе с мужем. А крановщиков династии Коваликов уже третье поколение. На завод Марьяна пошла по стопам мамы. Сейчас ее дочь осваивает эту специальность. На работе Марьяна Владимировна – серьезный и ответственный сотрудник. Дома жена, мама и бабушка – просто зажигалочка. Настоящий релакс для нее внучка и сын. Успевает баловать любимых коронным блюдом – лазаньей и домашней выпечкой. «Здесь я машинист крана, а за воротами, как говорится, завода, за проходной, я уже жена, мама. Я уже должна быть другой». Елена Белоградова, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Можно смело сказать, мужчинам казахстанского электролизного завода повезло. Ведь со всей ответственностью работают рядом специалисты женщины. Одна из профессионалов своего дела – Екатерина Садыкова. Она контролер продукции цветной металлургии. Определилась с профессией еще в школьные годы. «Поступила в лицей, и у нас на третьем курсе, когда мне было 18 лет, я пошла на практику на казахстанский электролизный завод. Только практика у нас проходила в литейном отделении, там, где металл, чушки, все, готовая продукция выпускается. Здесь же я начала работать попозже, через несколько лет. Уже почти 4 года здесь работаю». Здесь находится анодное производство. Продукт необходим для электролиза. Это процесс получения алюминия. Когда Екатерина Садыкова впервые оказалась на казахстанском электролизном заводе, была поражена масштабами. Однако громадное оборудование, машины и печи ее не напугали. А наоборот, вызвали нешуточный интерес. «Нам было по 18 лет. Конечно, было очень интересно. Очень все большое. Краны, конвейера, металл. Все это было очень интересно. Я до сих пор все помню, хотя уже сколько лет прошло». Екатерина Садыкова на хорошем счету на казахстанском электролизном заводе. На производстве она не позволяет себе ни малейшего послабления. Требовательно и к коллегам. За темпом ее работы угонится не каждый. «Работа сложная, требует ответственности, внимания, сил. Физическая нагрузка, естественно, умственная. Нужно быть очень внимательным. Естественно, у нас работают в нашем отделении мужчины и женщины. Я со всеми работала, со всеми сменами, со всеми людьми. Вот мне повезло так, что со всеми поработать, со всеми подружилась. Считаю, у нас замечательный коллектив». Своё будущее Екатерина Садыкова видит здесь, на заводе. Планирует совершенствовать свои навыки и постигать новые производственные вершины. Азамат Айтхалин, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Екатерина Дудорова уже почти 22 года трудится на Павлодарском алюминиевом заводе. Шламонасосная станция – это живой и очень важный механизм в производстве металла. Именно сюда поступает шламовая пульпа из цеха спекания. Женщина следит за тем, чтобы всё работало без сбоев 24 часа в сутки. Такой ритм помогает выработать очень много важных качеств, одно из которых – спокойствие. «Свою трудовую деятельность я начала в 2001 году. И ни о чём не жалею. Этот завод, я сразу сказала, что я захотела здесь работать. Поступила в политехнический техникум, закончила машиностроительный институт. И очень рада этой профессии своей, техникам, механикам. И вот вся моя задача составляет в том, что я каждый день должна, чтобы у меня работал бесперебойно мой машинный зал. Это самое главное, это сердце нашего участка». В коллективе такого специалиста очень ценят и уважают. За советом обращаются порой даже опытные мастера. А вот дома нашу героиню просто не узнать. Любящая мать и пример для своих любимых дочерей – Карины и Милании. Старшие 15, младшие 3. Вместе выполняют домашние задания, читают книги и делятся самыми сокровенными секретами. Конечно же, любят гулять и заниматься спортом. «Старшая дочь всегда очень интересуется. Мама, сфотографируй свой кабинет. Мама, покажи свою куртку. Покажи свою каску. Очень гордятся мной. За 22 года на алюминиевом заводе я вижу только, как наш завод растет. Повышается квалификация. Особенно упор. Это для молодежи. Большой рост молодым специалистам». Екатерина скромно признается, сейчас ее главная задача – достойно вырастить и обеспечить детей. А благодаря работе на Павлодарском алюминиевом заводе, где есть стабильность и поддержка коллектива, у нее все получится. Уверена женщина. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Музыкальный уикенд прошел в Павлодаре. Два оркестра областной филармонии один за другим дали грандиозные концерты. На сцену вышли симфонический оркестр и казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова. Подробнее наш корреспондент. Гостем Павлодарского симфонического оркестра стал давний друг, заслуженный деятель страны Азамат Желзургузов. Его баритон уже давно знаком ценителям музыкального искусства. «Прекрасные музыканты, профессиональные работают. И сам, если о дирижере будем говорить, он очень грамотный и опытный дирижер. Вот сегодняшний концерт, который мы будем представлять, вот это вот ретро-концерт, он меня пригласил попеть песни наших знаменитых певцов. Это как «Муслимы» из репертуара Муслима Магомаева, Йосипа Кобзона и так далее. И наших композиторов казахстанских, которые много на кинофильмы написал песни «Зацепина» будут, «Ваджаняна» исполняться. Программа насыщенная в исполнении симфонического оркестра и солистов, саундтреки из любимых кинолент и мультфильмов. Песня «Зацепина» Сегодняшний наш концерт в преддверии весны. И программа у нас такая весенняя, позитивная, душевная, такая сердечная. Произведения будут из песни советских лет, 70-х годов. И мы очень долго ждали встречи с нашим зрителем. А в областной филармонии имени Исы Байзакова прошел юбилейный концерт оркестра народных инструментов. Программа не менее разнообразная. Наш концерт, он объединяет и современную музыку, и народную музыку. У нас будет исполняться на разных инструментах. Ну, как бы, палитра большая, очень большая палитра инструментов. Ну, современные, какие-то традиционные, темповые и что-то такое лирическое будет исполняться. Ну, очень обширная программа. Сюрприз для истинных ценителей музыкального искусства, не успевших на концерт симфонического оркестра. Его полную версию вы сможете совсем скоро увидеть в эфире телекомпании «Ирбис». Следите за анонсами. Азамата Идхалин, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Спорт на свежем воздухе. То, чего так долго ждали в акционерном обществе алюминий Казахстана. Масштабный традиционный фестиваль собрал самых активных работников предприятия. К слову, участниками зимнего веселья могли стать не только заводчане, но и их семьи. Женщины соревновались в метании валенка, а мужчины состязались в эстафетах и мерились богатырской удалью. Вот так с размахом коллектив акционерного общества алюминий Казахстана провожает зиму. Здесь сборные из каждого цеха предприятия по разным видам спорта. Заводчане соскучились по лыжным гонкам, поэтому с азартом разминались, готовясь рвануть со склона. Много развлечений приготовили для детей. Сегодня работники алюминий Казахстана, наконец-таки за долгое время, время пандемии, собрались на такой фестиваль, зимний фестиваль. Здоровье раньше он у нас проходил ежегодно. Это повод работникам встретиться в неформальной обстановке, не в индустриальном формате, а в формате такого непосредственного общения, добродушного. Сегодня осталось около 400 наших работников с детьми обязательно. В акционерном обществе алюминий Казахстана бьют не только производственные рекорды, но и спортивные. Собравшиеся уверены, такие фестивали благотворно сказываются в целом на работе большого коллектива. Поэтому руководство предприятия уделяет большое внимание полезному для здоровья, времяпровождению сотрудников, такому, как это. Уровень у нас всегда растет. У нас очень хорошо поддерживается спорт руководством завода. Так что у нас по всем видам спорта всегда есть команды, приходит молодежь с колледжей. И мы вовлекаем их в спорт. И в большом-большом количестве у нас проходят всякие мероприятия. Тем более каждый год, и на этот год у нас запланирована спартакеада между цехов. То есть весь год идут спортивные мероприятия. Перетягивание каната, катание на плюшках и санках, метание валенка. Замерзнуть заводчанам было просто некогда. Заскучать не давали веселые аниматоры. Давай, едай. Такого активного отдыха не было уже давно. Сказалась пандемия, но собравшиеся надеются, традиция станет вновь ежегодной и больше не будет прерываться. Азбата Идхалин Максим Носков, телекомпания «Ирбис». К нам в студии присоединился Артем Буланов, ведущий спортивных новостей. Я знаю, что ты в последнюю неделю пристально следил за столицей Болгарии, ведь именно там завершился малый чемпионат мира по боксу. Ну, во-первых, здравствуйте, дорогие зрители. Привет, Владимир. Именно так называют престижный турнир по боксу в Софии. И сборная Казахстана вошла в четверку лучших команд по итогам турнира. На счету наших спортсменов сразу четыре золотые медали. А вот через мгновение узнаем о шокирующем и даже сенсационном успехе повладарских баскетболистов в Европе. Как всегда, в эту субботу в 22.00 и в воскресенье в 11.00 проект «Головой облёт» будет говорить о закулисной жизни казахстанского хоккея. Проект «Головой облёт» здесь и спрашивают про планы настроек на игру. Баскетболистки из Павлодара вышли в полуфинал Кубка Казахстана. В Щучинске завершился групповой раунд розыгрыша. Теперь в 1-2.00 им будет противостоять клуб «Туран». А вот мужской состав РТШ пишет настоящую историю. Подопечный Жолдыз Байдусеновой выступают в Европейской молодёжной лиге. Тренер Иртыша Жолдыз Байдусенова – это тот самый специалист, взявший кредит ради своей команды. Она вывезла ребят в Латвию на второй тур Европейской молодёжной лиги. И вот она, сенсация! Первая в истории победа над клубом из Старого Света. С счётом 74-56. Просто фантастика! Повезло, что с ними сыграли опыт, набрались, выиграли. 74-56. Так, в общих чертах у нас отключились Алия Сагулов. Сам стал лучшим игроком. А так, если смотреть статистику, Умнов у нас по очкам бомбардир – самый лучший. Котов, Денис по подборам – самый лучший. И Багров, Вадим. После победы над чемпионом из Ирландии воспитанники павлодарского баскетбола поверили в свои силы. Они словно стали другими, одержав ещё две виктории. Повержены чемпионы Латвии и Эстонии. Этот успех точно станет новой вехой в павлодарском спорте. Аксу приступил к заключительному этапу подготовки. После длительного зарубежного сбора команда вернулась в павлодар. Футболисты сыграли дерби со своими земляками из клуба «Экибастус». Матч против «Экибастусов» для Аксу уже десятый за месяц. На сборах в Турции сыграли девять. В одном павлодарцы одержали победу, семь свели в ничью. Единственное поражение наши футболисты потерпели от «Торпедо». Однако по содержанию этот поединок получился самым качественным. Конечно, игра с «Торпедо» – это была, наверное, все, кто её смотрел, просто удивлялись именно этой игре, на каком уровне мы сыграли. Да, мы проиграли её 1-0, но сколько моментов создали и как выглядели. Просто все были удивлены, особенно соперник, команда с Москвы, именитая, борется за премьер-лигу. Ну, вот эта игра, наверное, самая такая. Команда проводит заключительный этап предсезон. В Павлодар, правда, добрались не все футболисты из Украины, не могут выехать. Помощник главного тренера – игроки Задоя и Марусич. В ожидании рабочей визы – легенер Фейта Белор. В Турции ждёт просто разрешение на въезд в страну Казахстан. А с украинцами, понятно, там ситуация сложная. Чисто случайно улетел на день раньше. Ну, мне было удобно, потому что я в Киеве живу, и мне, ну, что, собрался, и уже в Борисполе. Ребята живут в других городах, и они просто не успели в этот день вылететь. Хотя тоже понимали, что не успеют на первую тренеру. Ну, поскольку я не любитель, чтобы подприемки пропускались, ну, это такая ситуация. Первый официальный матч сезона команда проведёт в гостях. Дебютант премьер-лиги отправится в Атерао. Перед выездом сыграли контрольный поединок против земляков. Тонус надо тоже игровой поддерживать. Ну, обычно и так и играется за неделю до чемпионата товарищская игра. И, в-третьих, конечно, чтобы ребята привыкли к искусственному полю и привыкли к погоде. Потому что одно дело, когда не морозно, тепло, и зелёные поля. Одно дело, когда ты, ну, глотаешь свежий воздух морозный, сразу по-другому дышится. Экипосовцы, которые ещё только на начальном этапе подготовки к сезону, уступили 1-2. Гол за Горняков забил Георгий Захаренко. За Аксу отличились новичок команды Еркеблан-Тунгышбаев и Мирас Турлыбек. Молодой форвард, кстати, очень быстро восстановился после аппендицита. В Павлодаре назвали победителя престижного турнира по зимнему футболу из 22 школьных сборных. В финал вышли только два сильнейших коллектива. Вот это настоящие неподдельные эмоции школьного футбола. Павлодара сборная села Кинжиколь выиграла бронзовую медаль, а героем встречи стал вратарь Арман Утигенов. Ощущения самые лучшие. Хотел даже заплакать. Вся школа хорошая играет. Но мы третий год подряд уже третье место занимаем. Команды, которые вышли в финал, я думаю, что они команды, которые достойны. Почему? Потому что обыграли они все. В группе заняли 41-й школу, заняла первое место. Гимназия со своей группы вышла со второго места. Также вчера прошли у нас полуфинальные игры в упорной борьбе. 41-я школа по пенальти обыграла 25-ю школу. Гимназия номер 3, проигрывая 0-1 по ходу игры, в конце матча вырвала победу. Турнир по зимнему футболу памяти героев и участников войны в Афганистане проводится уже 12 лет подряд. Вот такой вот рекорд. В этом году в финале встретились команды школы номер 41 и гимназии номер 3. Мы делаем и отмечаем преподавателей, потому что все-таки основная заслуга, я считаю, все-таки преподавателей. Вот они ставят, они закладывают тот фундамент, который в будущем пригодится каждому молодому человеку. Есть парни, которые здесь играли, сейчас будут многие связали судьбу своим футболом. 41-я стала чемпионом гимназии номер 3 серебряные призеры. Лучшим игроком турнира был признан Нурлабек Тургаев из 25-й, а самым честным судьей стал Ардак Хайрбаев. Первые рейтинговые баллы сезона набирает лидер национальной сборной «Момент» Ибрагимов, повладарский борец, обладатель бронзовой медали на турнире в Турции. А в нашем городе продолжается чемпионат области по волейболу «Любительская лига». Такой профессиональной игры от каждой команды специалисты просто не ожидали. Уровень «Любительской лиги» чемпионата области нисколько не уступает республиканскому первенству. В каждом поединке идет ошеломляющая битва. Такой прекрасный большой чемпионат области среди команд «Любительской лиги». На чемпионате участвуют 11 команд, как и заявлялись. Будем играть по круговой системе, по турам. И чемпионат наш завершится даже в мае месяце. И победители определятся по наибольшим набранным очкам. Сыгран четвертый тур «Любительской лиги». Без поражений выступает пока одна дружина из Иртышска. У местной команды «Улан» минимальная потеря. Между тем, в этом раунде специалисты выделили две встречи. Настоящая битва развернулась между сборными Актугайского и Павлодарского районов. В партиях играли до 30, даже до 32 очков. На тайбрейке актугайцы все-таки сломили сопротивление оппонента. В другом поединке волейболисты из Железинки никак не хотели уступать Байнаульцам. Силы у соперников равные, но всякий раз концовка оставалась за первыми. Железинская дружина одержала победу со счетом 2-0. Это были новости спорта, но мы еще с вами не прощаемся. Сразу далее наш специальный информационный блок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Вы смотрите Коммунальную сводку за 28 февраля. В студии Ильяс Рамазанов. Здравствуйте. В час дня электричество отключили жителям многоэтажных домов номер 5 и 9 по улице Баймульдина и 31 дом по улице Парковая. Обесточили в этом районе также 50 частных домов по улице Байкальская и 18 строений по улице Усолка. Свет вернули в 17.00. Сообщили в службе 109. Из-за аварии на магистральной тепловой сети живые дома в районе улиц Камзина и Малой Сары Батыра были отключены от теплоснабжения. Днем работниками компании монополисты проводились ремонтные работы. Когда батареи вновь нагреются, не сообщили. На этом у меня все. Следите за коммунальной сводкой на телеканале Ирбис каждый день. До свидания. Вот таки был сегодняшний день. Для вас работали Владимир Щубенко и Артем Буланов. Увидимся в ближайшем выпуске новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин